Здравствуйте! С вами передача «Взрослые игры» и я, Марина Табекина. Каждую передачу мы рассматриваем темы на основании практических запросов людей, которые обращаются в наш центр. Ну и, конечно, в очередной раз напоминаю о том, что мы работаем в русле женско-мужских отношений и поэтому чередуем. Сначала даем информацию для тех, кто уже находится в паре, но, увы, при этом испытывает дискомфорт. А потом даем информацию для тех, кто так и не может встретить свою любовь. Сейчас модно говорить при знакомстве «не зацепило», «не зацепил». Об этом мы уже говорили в предыдущей нашей передаче. Но что происходит с теми, кто все-таки обратил друг на друга внимание и при этом не смог построить отношения? Об этом мы сегодня и поговорим. Скажете, раз не получилось, значит, не сильно-то и хотел. Нет, на самом деле большинство людей просто не понимают, как это делать, не понимают, в чем заключаются их ошибки. И чаще всего осознают какое-то неправильное свое поведение, когда уже все рухнуло. Вот и приходит такой человек в кабинет психолога с заявлением «я сам виноват, помогите мне все исправить». А бывает, что уже, в принципе, и исправить-то невозможно. Просто по одной простой причине, что люди создали друг другу максимальный дискомфорт. И кто-то, хотя бы один, не хочет в этот дискомфорт возвращаться. Увы, но начать жизнь с чистого листа, с человеком, которому ты навредил, практически невозможно. Поэтому и получается, вы или разгребаете вдвоем то, что натворили, или получается, что вы расходитесь. И тогда люди начинают задумываться, зачем я буду разгребать что-то? Зачем мне этот дискомфорт, когда я могу построить что-то новое и прекрасное с другим человеком? Но помните, когда-то в школе мы периодически делали работу над ошибками. Именно здесь такой же подход. Поймите, что если вы не осознаете ошибки и не исправите их, вы никогда не научитесь выстраивать комфортные для вас отношения. Да, возможно, ошибки потом будут другие, но эти уже не будут повторяться в вашей жизни. Она повсюду находится, везде! Такое ощущение, что он не взрослый человек. Он лежит на своем диване целый день. Я знаю, он хочет вести меня в сума. И, кстати, еще он писает в раковину. Он просто тупое животное, писающая в раковину. Я считаю, она мечтает разрушить наш брак. К сожалению, в современном мире мало кто готов работать над ошибками. Проще остаться одному и сказать, ну, мне и одному комфортно. Поэтому сегодня я предлагаю рассмотреть тему «Хочу хотеть». О чем это? Каждый человек хочет счастья. И когда он приходит в кабинет психолога и отвечает на запрос, зачем ему необходима психологическая консультация, то варианты ответов разные. «Хочу гармонию», «Хочу встретить любовь», «Хочу построить отношения», «Хочу улучшить свою жизнь». Все это, конечно же, о счастье. Но большинство людей, которые осознают, что на самом деле это требует моральных усилий, времени, каких-то действий, преодоления, к сожалению, начинают разочаровываться. Потому что ведь хочется хотеть, но при этом не достигать за счет каких-то трудностей и вложений. А именно просто ждать и получать, когда оно придет само. А так не бывает. Ну и, конечно, в такой ситуации очень сложно построить отношения. Особенно, когда мужчины ценят свободу, а женщины свои нервные клетки. Вот и получается, что фактически они не заинтересованы в том, чтобы жить друг с другом. Каждый хочет, чтобы его принимали таким, какой он есть. Но при этом очень часто ему не нравятся окружающие люди. Как вы думаете, по какой причине они должны принимать в вас ваши достоинства, которые им тоже могут не казаться достоинствами с точки зрения их восприятия? Вот и получается, что мы все не нужны друг другу, и нам не нужны такие отношения. В большинстве конфессий существует идея о том, что любовь не надо искать, что она придет к тебе сама. Но здесь речь идет, в первую очередь, о духовной готовности принять любовь, о неком уровне развития, при котором вы начинаете воспринимать людей абсолютно по-другому, принимать их, относиться к ним с добротой, и действительно вы будете способны полюбить. Например, когда мужчина перестает искать принцессу и понимает, что женщина не должна быть куртизанкой, что в первую очередь это хранительница домашнего очага, и, соответственно, уже начинает выбирать женщин, которые способствуют созданию семьи. Или женщина, которая, постоянно опираясь на то, что мужчина должен быть состоятельный, наконец-то приходит к пониманию того, что мужчину делает мужчиной именно вера в него, а не критика и постоянные упреки. Знаешь, Денис, поэтому ты не замужем. Сначала уподобляетесь мужикам, а потом жалуетесь, что мужики вас не хотят. О, вот в чем дело. О, ясно. А я даже не знала. Думала, что заслуживаю только лучшего мужика. И он рядом. Только не с теми женщинами путается. Хотя я согласна, что все зависит от того, что заложено в человека с детства. И иногда одной верой ты не спасешь человека. Вот и получается, что каждый должен взять ответственность в первую очередь за самого себя, для того, чтобы понимать, какие плюсы и какие минусы в нем, как в личности, есть. А потом уж в дальнейшем понимать, с каким человеком он строит свою судьбу. Последнее, на что хочется очень обратить внимание. На сегодняшний день в нашей стране идет очень большая пропаганда достижения успеха. И неважно, мужчина ты или женщина. Вот и получается, что на построение отношений в принципе времени нет. И личная сфера не является на сегодняшний день приоритетом очень большого количества людей. А как это происходит в обычной жизни, давайте постараемся разобрать в отдельности мужчин и женщин. Мужчина очень часто увлечен своей работой, а также хобби, спортом. Он может найти место в своей жизни для боксерских перчаток и для велосипеда, но не для встречи с женщиной. С одной стороны, это здорово, ведь получается, что это путь к здоровью и долголетию, если, конечно же, спорт не ломает тело. С другой стороны, это долголетие в одиночестве. Мужчины, внимание, вам 50, а вы полны сил, бодры и уверены в себе. И вы до сих пор ищите свою вторую половинку. Вас не устраивают ваши сверстницы, потому что они не очень хорошо выглядят. Увы, но, как правило, молодые девушки уже не готовы выйти за вас замуж. Ну, если вы, конечно, не мультимиллионер, потому что в другом случае у вас просто разные интересы. А Соня? Там другая история, ей же 19. Чувствуешь себя дедушкой? Нет, я как раз чувствую себя ее ровесником. Мне же тоже 19. Ну, на 20 лет больше, ай-яй-яй. Но, оказывается, действительно, ай-яй-яй. Разные мы. Это же не так, мы любим разное. Общих тем мало. При этом речь не идет о том, что вам некому кружку воды подать. В принципе, просто психика человека таким образом устроена, что человеку нужна пара и продолжение рода. Вот и получается, что если он не реализует эту потребность, он может испытывать постоянный дискомфорт. Даже при том, что на сегодняшний день время самодостаточных и независимых людей. А что же с женщинами? Тут тоже все очень просто. Очень многие добились успеха, и даже если у них нет хобби, у них, возможно, есть дети от предыдущих отношений. И они, в принципе, всегда найдут чем заняться. И поэтому очень часто слышат высказывания. Я не готова собирать чужие носки по квартире. Я не хочу терпеть хамское поведение мужчины. И в этом случае, конечно, их можно понять, зачем портить здоровье, когда можно жить долго и счастливо. И в случае, когда есть дети, действительно уже некая программа выполнена, поэтому, в принципе, женщина может довольствоваться тем, что у нее есть маленькая семья. Но при этом все равно ее периодически накрывает одиночество, и она хочет вспомнить, как это, когда рядом мужчина, в которого она влюблена. Но когда женщина, в принципе, не устроила свою судьбу и не имеет возможности родить ребенка, здесь все становится намного жестче. Достаточно в раннем возрасте женщины испытывают страх, иногда по ночам панические атаки и навязчивые мысли. Неужели я всю жизнь буду одна? Но при этом очень многие из них не готовы расстаться со своей самостоятельной жизнью. Кто-то, конечно, не испытывает подобное, обесценивая это негативными воспоминаниями о том, какие были предыдущие отношения с мужчиной. Но даже они, иногда смахнув слезу, вспоминают о своем одиночестве и понимают, что хотелось бы построить пару. Только, увы, как правило, чем старше они становятся, тем больше их не устраивают мужчины-ровесники. Ну а молодой юнец, как правило, вызывает много комплексов и страхов. Вот и получается, что чем дольше мы откладываем время построения семьи, тем менее вероятно реализовать этот замысел. Уходишь? Не хочешь, чтобы первые лучи солнца светили мое прекрасное лицо? Ты красивый. Ботокс, подтяжки, медсотерапия, массаж. Все для того, чтобы раз в году переспать с малолеткой. А он от тебя сбегает посреди ночи. Вот и получается, что в наше время надо или быть проще и жить с кем придется. Или принять осознанно одиночество и готовиться жить таким образом всю жизнь. Или все-таки прийти к пониманию того, что надо работать над собой, для того, чтобы собственные тараканы не мешали влюбляться. На самом деле вариантов еще больше, но я, конечно же, хочу поговорить о саморазвитии. Так как именно этот вариант позволяет намного изменить взгляд, упростить понимание счастья и полюбить другого человека. Но для этого нужно перестать просто хотеть. Для этого нужно стараться действительно искать то направление для развития, которое увеличит круг близких, знакомых и позволит вам выстроить жизнь с другим человеком, научившись с ним жить в компромиссах. Ведь сейчас очень многие боятся на самом деле компромиссов, потому что они считают, что это возможность быть использованным и возможность проявления своей слабости. Но, увы, пока ты не попробуешь такой образ жизни с другим человеком, к сожалению, ты не сможешь понять, насколько для тебя это будет безопасно и возможно. Конечно, можно воспринимать всех людей, с которыми пытаешься строить отношения, как людей, которые проходят мимо. Не учитывая их ценности, в принципе, легко отпускать, легко налаживаться на новые отношения. Но таким образом люди обесцениваются и постепенно ты все равно приходишь к одиночеству, потому что, фактически, получается, опять никто не зацепил. При этом многие на сегодняшний день пытаются включать контроль и учиться понимать, насколько человек влюблен и готов построить пару. Но, поверьте, и здесь, увы, не все возможно предусмотреть, потому что сегодня человек чувствует и думает одно, а на завтра его чувства и мысли могут поменяться, и с этим, к сожалению, ничего не сделать. По-прежнему актуально смотреть на поступки человека и понимать, насколько для него важна сфера межличностных отношений. Так как если он, в первую очередь, выдвигает в своей жизни другие приоритеты, это успех, это продвижение по карьере, это личная сфера и хобби, соответственно, и с вашим присутствием в его жизни, в принципе, ничего не поменяется. Ну и напоминаю, что сфера межличностных отношений, особенно женско-мужских, на самом деле, самая стрессовая для всех нас. Потому что именно здесь мы все душевно оголяемся, именно здесь у нас вылазят комплексы, и поэтому она болезненна, и очень многие люди пытаются отодвинуть ее на задний план. Но она, к сожалению, все равно придет в вашу жизнь рано или поздно, и лучше, наверное, рано. И тогда вам придется принимать какие-то решения. Поэтому всем желаю удачных построений отношений. На этом наша передача подошла к концу. Смотрите нас на телеканале Арктик ТВ, пишите свои вопросы на сайте tabiakino.ru Субтитры подогнали Симон.